Слово сейчас предоставляется руководителю представительства Европейского банка развития и реконструкции, госпожа Айтен Рустамовая. Пожалуйста, прошу вас. Уважаемый господин президент, уважаемые члены правительства, коллеги, партнёры и гости, доброе утро. Для меня большая честь иметь возможность сегодня участвовать на этом мероприятии и также выступать перед вами. Спасибо большое. Я очень горжусь, что за те четыре года, которые я живу и работаю в Таджикистане, благодаря прекрасному сотрудничеству мне удалось участвовать на нескольких мероприятиях и сегодня тоже такой же день. Я бы хотела сказать, что, как вы знаете, за годы работы в Таджикистане наш банк выделил более 770 миллионов евро на 144 проекта и в настоящее время на разных ступенях реализации находится много проектов по всей стране. В транспортном секторе Республики Таджикистан мы профинансировали 8 проектов на более чем 190 миллионов евро. И я очень горжусь, что наш опыт нашего банка в модернизации дорог мы можем приносить в Таджикистан. Пользуясь случаем, хочу сказать, что у нас также есть большой опыт в модернизации аэропортов, железной дороги. И я надеюсь и верю, что мы будем продолжать приносить этот опыт и работать в модернизации дорог и также других проектов. Знаете, каждый проект очень дорог для нашего банка и для нашего сердца. Но я бы хотела минуту рассказать, почему именно этот проект также очень важен для нас и чем он для нас уникален. Дело в том, что в первую очередь хочу сказать, что это наш самый большой проект в Таджикистане. За эти годы мы не сделали проекта больше, чем этот проект на 150 миллионов долларов. Он на самом деле больше, чем даже касса тысячи. И мы, когда работали над этим проектом, мы хотели, чтобы это была не только модернизация дороги, но также привлечь дополнительные аспекты развития. И я скажу, какие. В первую очередь в этот проект в Таджикистане мы впервые включили компонент по вопросам гендерного равенства и расширению экономических возможностей женщин в транспортном секторе. По данному компоненту банк работает с Министерством транспорта и также с Министерством труда и социальной защиты. Потом мы узнали, что банк подписал меморандум о сотрудничестве с ЮНИСЕФ. Но дело в том, что нигде не было конкретного проекта. И впервые в банке мы именно в Таджикистане разработали инициативу по безопасности детей при эксплуатации данной автомобильной дороги. Также банк внедрил определенные рекомендации в проект, которые позволят улучшить устойчивость дороги к изменениям климата. И я думаю, что именно это поспособствовало тому, что недавно именно этот проект был удостоен в Европейском банке золотой награды в конкурсе по устойчивости к изменениям климата. И онлайн-церемония награждения будет как часть нашего ежегодного собрания в июне этого месяца. Также хочу сказать, что банк предоставил рекомендации по использованию беспилотных летательных аппаратов для сбора данных, необходимых для безопасной эксплуатации дорог, туннелей и мостов. И все это про этот проект, где мы сегодня участвуем с вами. Последнее я хочу сказать, что так как этот проект является очень важным для Таджикистана и для нашего банка, что мы сделали, это то, что процедуру конкурсного отбора подрядчика мы запустили до того, как мы вместе уже разработали финансовую документацию. Мы хотели выиграть время, чтобы не запаздывать с началом проекта. И как вы понимаете, чтобы запустить подготовительные работы для подрядчика до того, как подписаны финансовые договора, возможно только если мы работаем в условиях очень большого доверия и конструктивных отношений. И я хочу поблагодарить правительство Таджикистана за то, что именно так наш банк имеет возможность работать в Таджикистане. Этот проект на самом деле соединил много сторон для одной цели. Я бы хотела воспользоваться этой прекрасной возможностью, поблагодарить лично вас, господин президент, правительство, наших партнёров и доноров. И от имени нашего банка сказать, озвучить, что Европейский банк является долгосрочным партнёром Таджикистана. И мы надеемся всегда работать над жизненно важными и стратегическими проектами Таджикистана и всего региона. Спасибо большое. Спасибо. Большое 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 спасибо. 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 Продолжение следует... 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 Продолжение следует...